Всем привет, ребята, это Алена, вы на канале 30+. Я психолог-нутрициолог, соответственно, сегодня говорим про профилактику остеопороза. Почему так важно? Потому что с остеопорозом сейчас, кстати, маленькие детки ходят, и пожилые тетушки, и девочки, и многие не знают, что с этим делать. То есть, кости сейчас у всех слабые, соответственно, многие не знают самых простых вещей, и в этом ролике я вам расскажу. Подписывайтесь на меня, здесь про психологию жизни и про физиологию. Соответственно, сколько нужно кальция? Многие не знают, что остеопороз это заболевание, и не только кальций там нужен. Кто в группе риска? Те, кто пьют различные соки, различные булки ест, недополучает кальция, и, соответственно, кальций теряется у женщин в менопаузу, постменопаузу, и профилактика при остеопорозе, это действительно рациональное питание. Здесь мы с вами говорим про продукты с коллагеном, и да, и микроэлементы кальций, магний, витамин D, умеренные физнагрузки, и плюс суточная норма кальция, это где-то тысячи миллиграмм требуется съедать в день, но это кому-то примерно один килограмм творога, капусты, или выпивать литр молока. Собственно, большинство из нас, конечно, не употребляют эти продукты в таком количестве, потому что там может и закисление пойти, и почки не выдержать. В общем, кальций хорошо усваивается в организме только из хилатных и коллоидных форм. Биодоступность из различных форм, она разная. Соответственно, сколько кальция нужно ежедневно? По-разному, каждому по-разному, смотря, что на вашей тарелке. Я прошу вести Health.ru свой дневник и смотреть, что там есть. Я обычно своим клиентам, у которых не пойми, что с ЖКТ, даю остеоплюс, кальций, магний в филатной форме, и, соответственно, если еще там девушка у нас в менопаузе, то здесь мы говорим про поддержку серой, кремнием, диким ямсом. Ну, в общем, это все я уже говорила в другом ролике про женское здоровье. Вот про остеопороз хочется сказать, что кальций вымывается просто у любителей, кстати, миска, да? Там не всегда хорошо все с кальцием. Плюс кальция не хватает при проблемах всасывания кишечника, когда много натрия. Плюс кальций плохо работает при дефиците витамина D, а при этом бывает еще плохо у кого-то с желчеоттоком. То есть все начинается с этим. И кальций нужен не только для зубов, костей, но он нужен и при жоге, и для пожилых. То есть вот эти все моменты, они супер важны. И профилактика остеопроза, это не D3-СК2, это коллоидные минералы, D3-СК2, это желчоотток, это дневник питания, который я прошу вести. И это, конечно, работа с менопаузой, если она у вас есть. Если это ребенок, перестать ему давать всякие ортофосфорные кислоты в различных энергетических напитках, кока-кола а-ля другую историю, перестать его перекармливать фруктозой, и это уже будет достаточно хорошо. Соответственно, вот эти все вещи, они влияют на ваше состояние эмоциональное и физическое. И это будет очень-очень хорошо вам помогать. Подписывайтесь на мой канал, пишите продукты, которые вы используете с суточной потребностью кальция. Делитесь этим видео, и могу сказать, что кальций теряется еще и на стрессе. Кто там любит кофеинчик, выпить, кто там любит чайка, перепить, соответственно, выписит весь свой кальций. Поэтому дикий ямс – это травка женской молодости, витамин D, я уже говорила, что нужен всем. А кальций я в таких случаях даю в хилатных формах. А в других случаях, я считаю, его просто нужно пробивать где-то раз-два в год, если есть менопауза. В остальных случаях это не нужно делать. И нужно смотреть рацион, коллаген, эстроген, прогестерон, все вот эти вещи. Продолжение следует...